И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня видеоролик пойдет на тему грядущих обновлений. Сегодня у нас вышел интереснейший анонс, буквально где-то часик, может даже полтора назад. Вышел анонс о том, что завтра будут у нас изменения в игре, и сегодня мне хотелось бы рассказать вам про все то, что у нас произойдет завтра в игре. Я считаю, что это довольно-таки интересный, можно сказать, контент для меня, интересная информация для вас, и есть у меня определенного рода уже мысли, которые хотелось бы вам рассказать, с чем все это связано, какие вообще, в принципе, обновления у нас завтра будут, обо всем по порядку. Давайте начнем с того, что у нас завтра в матчмейкинге появятся, наконец-таки, просто наконец-таки появятся новые карты, потому что многие ребята будут со мной согласны, то, что данные карты уже поднадоели, хочется чего-то нового, и появляется у нас любимейшая всеми, просто любимейшая всеми карта, стадион. Я безумно рад тому, что именно данная карта появляется у нас в матчмейкинге, безусловно, она там будет немножко переделана, чтобы не было данных больших высоких стеночек, да, чтобы нельзя было там стоять, дефить, ну, как дефить, именно-таки стоять, настреливать там по противнику, карту немножечко уменьшат, все мясо будет именно-таки в центре, я думаю, даже там, кто играет на стадионе, тот знает, что, скорее всего, зоны Респы будут уже находиться именно-таки возле самого центра, то есть, не по краям, по трибунам, а возле, можно так сказать, боковой платформы, но если вы поняли, о чем я говорю, надеюсь, я достойно объяснил. Ну и добавят еще одну карту, которая называется Чернобыль. Что касаемо Чернобыля, не сказать, что я так много играл на данной карте раньше, что она мне там безумно нравится, но все же это какое-то новое видение, значит, что посмотрим, как будут вообще работать новые карты у нас в матчменкинге, то, что стадион реально зайдет, это я более чем уверен, но что касаемо Чернобыля, там будет видно, все же новая карта, да, в какой-то степени это уже безумно круто, потому что когда ты постоянно играешь на одних и тех же картах, ну, оно приедается, согласитесь, приедается, но карта это сегодня явно не самая важная информация, и даже те контейнеры, которые будут, которых я немножко попозже расскажу, там, ну, немножко похейтить можно будет, это все, конечно, но контейнеры это такое, а вот что касаемо, ребят, дрона, новый дрон появится уже завтра. Дрон, можно так сказать, бомж-вариант, эконом-класс, но дает плюс 10 бонуса к вашему урону, и плюс 10 защиты на танк, то есть при фулл-прокачке от 1% до 10 вы можете прокачать данные две функции, то есть плюс к урону и плюс к броне. Я считаю, что это достойная тема, при том, в всем раскладе, то, что это будет сделано для того, чтобы данный дрон могли использовать игроки с небольшими рангами. Обо всем этом я чуть-чуть попозже еще расскажу в плане, зачем это вообще делается, потому что это тоже очень интересный момент, и есть уже определенные мысли у меня по этому поводу. Зачем делать? Вот вам кажется, зачем делать там, условно говоря, на маленьком ранге дроны? Ко всему этому еще уменьшили ранг, чтобы начать уже играть с батарейками, то есть дроны будут уже доступны с маленького звания. Это тоже довольно-таки интересный фактор. Но вообще, в общем и целом, то, что делают дрон такого формата, можно так сказать, он не дает никаких бонусов, кроме как урона и как брони. Да, то есть, условно говоря, сейчас надет бустер, который дает по 5% брони и урона дополнительно, то данный дрон будет давать по 10. Сказать, что это будет имба, ну, я не могу так с уверенностью вам сказать, да, мне надо купить, прокачать, посмотреть, да. Но если чисто математически просто подумать, да, то я вам могу с уверенностью сказать, что это фигня, да. То есть, там, 5% дополнительно это хуже, чем, условно говоря, бустер, который за 5 секунд может нанести просто нереально большое количество урона, да. Ну, а как оно будет выглядеть на самом деле? Будет оно нагибать? Не будет нагибать? Завтра, я думаю, что вместе с вами мы даже сможем этот дрон купить, начать прокачивать и вообще посмотреть, какая там будет цена, потому что я более чем уверен, что цена будет на этот дрон небольшая. Ну, и это такой маленький звоночек для всех тех ребят, которые до сих пор играют без дронов, у которых нет их, либо по какой-то причине они их не хотят покупать, или у них там нет большого количества батареек. Это вообще обдельная просто тема, и для меня уже вот, честно говоря, это немножко даже смешно с той точки зрения, то что делать дрон на маленькие звания и делать маленькие, именно такие, маленький ранг вам нужно для того, чтобы использовать батарейки, это значит то, что в игре очень мало игроков, которые используют дроны. А дроны вместе с батарейками, это та самая составляющая, которая сейчас просто требует нереально большого количества батареек, а если оно требует большого количества батареек, значит оно требует большого количества кристальных затрат. А если вам нужно тратить большое количество кристаллов, то ребята, которые их не имеют, что они должны делать? Правильно, если они хотят нагибать, они должны покупать это все дело. И ведь это еще один, можно так сказать, план от разработчиков, в виде которого они смогут получать определенного рода денег. Только у меня становится, даже не то, что становится, у меня возникает определенный вопрос. А будут ли ребята готовы тратить деньги на батарейки? Ладно, я не буду говорить там про дрон, да, там дроном может стоить, ну реально, не так много, да, там не будет каких-то прям нереально больших цифр, чтобы это все дело покупать. А будут ли у них вообще вот эти желания все это делать? Вот в чем вопрос, да, потому что батарейки это, ну реально жесть, но это дорого, но это дорого, да, я вам как игрок, который имеет 70 тысяч батареек, говорю, что дорого, это, ну ничего не сказать, потому что для меня, мне это пофиг, мне вот реально пофиг, вот у меня тут они есть, я понимаю, что я уйду с этого проекта, у меня еще эти батарейки останутся, да, то есть, ну я знаю, что они у меня все равно будут, и я их не потрачу, их просто невозможно в таком большом количестве потратить, но вот, если у вас их нету, то чтобы их накопить, и чтобы постоянно играть на дроне, это становится такой вот огромнейшей, я бы даже сказал, проблемой, и один факт того, что будут в дальнейшем, это уверен я на 100%, что не последний дрон, который делают, да, сейчас сделают по 10%, а потом сделают по 20% к урону и к защите, да, по 20% всего лишь, а, неплохо, я считаю достойно, все это делается, конечно же, для того, чтобы ребята начинали покупать дроны, начинали тратить батарейки, начинали вкладывать свои кристальные запасы именно таки в данную составляющую, да, я не спорю, что дрон дает определенного рода бонус в бою, да, в какой-то степени чем-то может даже помочь, да, для меня вообще бустер это незаменимый, можно так сказать, дрон, к которому я в последнее время вообще очень сильно привык, и постоянно, когда я захожу в матчмейкинг, если у меня, условно говоря, случайно каким-нибудь магическим образом не одет данный дрон, я сразу, блин, бегу в гараж и пытаюсь его быстренько одеть, потому что я понимаю, что для меня это крутой дрон, который мне просто жизненно необходимо постоянно использовать, я к нему уже привык, мне он нравится, я понимаю, что это круто, но, когда у тебя нет батареек, и ты так же сам, с такой же точки зрения думаешь, что, блин, хочется тебе тоже на хорошем дрончике поиграть, понагибать, а батареек нет, и надо откратить кристаллы, а нету кристаллов, надо тратить деньги, блин, тогда уже становится другой вопрос, тогда уже становится такой, немножечко печальный моментик, и ты задумываешься, а может нафиг тебе не нужен этот дрон, а может тебе не стоит его покупать, в общем, к чему я все это веду, веду это все, конечно же, к тому, что проект ищет еще один, еще одну, можно так сказать, лазейку для заработка денег, не знаю, получится у них это сделать, не получится, онлайн падает, все об этом говорят, крит ошибки, это вообще, добрый вечер, до свидания, я люблю их, я их просто обожаю, ребят, просто вот поймите, я записываю каждый ролик, и в каждом, сука, мать его, видосе, это уже, наверное, третий или четвертый видос подряд, который я записываю с крит ошибкой, крит ошибка появляется, я уже просто не хочу об этом говорить, окей, все, у меня уже перегорело, перебомбил, ладно, пофиг, окей, ну, а что касаемо дронов, то тут, ну, посмотрим, посмотрим, я, безусловно, ребят, если у вас есть желание, чтобы я прикупил этот дрончик, сам затестил, посмотрел, есть смысл, нет смысла, прокачал, да, лайкосик на данный видеоролик, комментарий, тестик сделаем, проблем вообще никаких нету, главное, чтобы у вас была активность, главное, чтобы у вас было желание, чтобы я это все дело сделал, и, безусловно, мы вместе с вами все это сможем приобрести, протестить и посмотреть, да, У меня кристаллы имеются, я думаю, что никаких в этом проблем не будет Ну и последний момент, который сегодня был написан у нас в обновлениях, которые произойдут завтра Это новые призы в контейнерах Какие новые призы? Ну, все просто Ребята, которые сидели, старались, набивали челлендж, да И как всегда до этого, я не знаю, как насчет именно данного челленджа Но раньше у нас были такие моменты, когда постоянно говорили То, что вы набиваете уникальные предметы, которые нигде больше не будут доступны Не буду сейчас говорить на 100% что с майским челленджем была такая инфа То, что вот нигде не будет больше там скинов прайма Понятное дело, что они будут там потом в магазине Но то, что они сейчас уже будут выпадать в контейнерах С одной стороны, да, это круто, ребята, которые их не смогли набить, смогут набить А с другой стороны, ну вернее, уже не набить, а выбить А с другой стороны, это, конечно, печально, то, что кто-то сидел, страдал, бомбил А кто-то потом, хоп, и просто на халяву это все дело, конечно же, получит Ну, как-то так, как-то так, так и живем, короче Что касаемо там красок, краски тоже добавили, которые у нас с челленджа Ну, не знаю, что тут добавить Не сказать, что очень круто, не сказать, что очень там нагибаторски все это дело выглядит Но добавляют что-то новое, да Для тех ребят, которые, наверное, этого не имеют, это круто Для всех тех ребят, которые это все имеют, для них, как бы, это без разницы Им просто лишнее падать не будет, ну и все нормально, да Сказать, что скины Prime Какие-то такие сверхуникальные, которые хотелось бы выбить ребятам с контейнеров Ну, не знаю, может быть, кому-то и хотелось бы их выбить Но мне, если честно, у меня, если бы их не было, я бы не горел бы таким сверхнагибаторским желанием Выбить эти самые скины Prime Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился Внезапный, негаданный Не планировал я сегодня ничего записывать Но такой вот, можно так сказать, анонс Обновление, которое выйдет уже у нас завтра Вышел, я решил по всему этому поводу пробежаться, рассказать Что-то интересное для вас, может быть, получилось Донести, если получилось Досмотрели видеоролик до конца Безусловно, ребят, не поставили лайк Поддержите меня, подпишитесь на канал С вами был мистер Ванька Всем спасибо, ребят, за просмотр Заглядывайте на стримы Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok